Пенсионный фонд Российской Федерации был создан 22 декабря 1990 года для того, чтобы формировать финансовую составляющую фонда, а также для распоряжения средствами, предназначенными для выплаты пенсии. Впоследствии взносы в пенсионный фонд стали страховыми и, соответственно, нужно было создать такую организацию, которая бы аккумулировала все взносы. При этом пенсионные средства были выведены из бюджета страны и стали исключительно целевыми, то есть используются строго по назначению для выплаты пенсии. Перераспределение средств пенсионного фонда запрещено российским законодательством. Об этом журналистам телерадиокомпании «Альтекс.Медиа» рассказал руководитель управления Пенсионного фонда России в городе Артемовске Михаил Пономарев. В 90-м году была принята предпосылка для того, чтобы создать страховую пенсионную систему, чтобы у каждого пенсия зависела от его стажа, от его зарплаты, от его, в первую очередь, белой зарплаты, тем более 90-е и 2000-е годы, и сейчас продолжаются вот и серые зарплаты, и просто зарплаты в конвертах неоформленных. Ну а потом, чтобы у человека при достижении страхового случая, у женщин 55, у мужчин 60 лет, были средства для того, чтобы жить дальше. По официальным данным в Российской Федерации на начало нынешнего 2016 года проживает 44 миллиона пенсионеров и около 60 миллионов экономически активного населения. Из них примерно одна треть, то есть порядка 20 миллионов человек, получают так называемую серую зарплату, либо получают зарплату в конвертах и, соответственно, не отчисляют страховых взносов в пенсионный фонд. У нас пока есть солидарность поколений, что рабочие, те, кто работают, выплачивая предприятия, выплачивая страховые взносы, содержим на эти деньги наших родителей, бабушек, дедушек и другие социально защищенные слои населения. В советские и постсоветские времена в нашей стране на одного пенсионера приходилось 3-4 работающих человека, взносы которых и служили пенсии. Сейчас ситуация кардинальным образом изменилась. Например, на территории Артемовского городского округа проживает 33 тысячи экономически активного и трудоспособного населения и 21 тысяча пенсионеров. Если в былые времена каждый работающий человек в обязательном порядке отчислял взносы в пенсионный фонд, то теперь третья часть трудоспособного населения работает без каких-либо отчислений. Кроме того, в качестве ухода от налогов многие предприятия избрали путь банкротства, что впоследствии ведет к списанию налогов, в том числе и списывается задолженность в пенсионный фонд. Безнадежная недоинка. Очень страшно подписывать такие документы. Если по прошлому году мы списали где-то порядка безнадежных взысканий по нашим предприятиям, официально работающих на нас, причем у нас есть предприятия, которые работают у нас, но не стоят на учете, мы списали где-то 140 миллионов. Это очень много. Они безнадежно списаны, их не взыскать. Это предприятия, которые довели до банкротства или пришли к банкротству, соответственно платить нечего. Активов нет. Соответственно, все они эти... То есть, если простым языком сказать, эти 140 миллионов, те недобросовестные собственники, недобросовестные руководители просто украли из кармана наших пенсионеров. Руководитель управления пенсионного фонда по городу Артемовский призвал работодателей не игнорировать нормы российского законодательства, потому как страховой пенсионный случай может наступить абсолютно с каждым из нас, независимо от пола, возраста и социального статуса.